Великой Победы Воробьева Александра Васильевна, младший сержант разведки, дошла до Берлина, была награждена Орденом Славы, Орденом Великой Отечественной войны второй степени, а также медалью за взятие Берлина. Войну начал на Кавказе, участвовал в боях под Новороссийском, где получил первое ранение. В 43-м году освобождал Донбасс, за что получил Орден за отвагу. Однажды пуля попала прямо в Орден и парадежка осталась жив. Только благодаря этому закончил войну в Болгарии. Я горжусь им. Доброй традицией стало проводить вахту памяти у здания Дома культуры совхоза имени Ленина. Благодарясь за мужество, стойкость, самоотверженность, за мирное небо над головой. Дорогие наши участники войны, все, кто имел к ней отношения, мы благодарим вас за этот светлый день, за день, который принес нам мирное небо. И обещаем, что мы будем со своей стороны делать все, чтобы это мирное небо было над нашей головой всегда. В мероприятии приняли участие юноармейцы, ученики школы совхоза имени Ленина и Дашкалята. Ребята из детского сада «Замок детства» вручили ветеранам, бывшим малолетним узникам и тружникам тыла, сделанные своими руками цветы и открытки. А затем торжественная процессия направилась к памятнику павшим воинам. За годы войны погиб каждый третий ушедший на фронт житель Ленинского района. Только в сельское поселение совхоз имени Ленина пришло более трехсот похоронок. И извещений со страшными словами «Пропал без вести». На монументе погибшим в годы войны высечена девяносто одна фамилия. Все эти люди, трудившиеся до войны в совхозе, не вернулись домой. Их память почтили возложением цветов. Татьяне Федоровне Бушковой было восемь, когда началась война. Отец Федор Степанович Панкратов ушел на фронт, а маленькую Таню вместе с мамой, братьями и сестрой эвакуировали в Киров. Отец пришел с войны инвалидом первой группы. Из-за тяжелого ранения головы он потерял память. Был ранен, у него головное ранение. Он в течение полгода не знал, кто он есть, кто. И потом, когда потихоньку стал вспоминать, то вспомнил и вернулся в нашу семью где-то в 1948 году. Все это время семья не знала, жив ли он. И таких историй множество. Сохранить их для потомков – главная задача нынешнего поколения, считают организаторы вахты памяти. Сегодня ночью в 4 часа утра мы встречаем Рассвет Победы с учащимися 548-й школой. И завтра большой праздничный концерт. Целыми днями в парке звучат песни военных лет. То есть мы делаем все для того, чтобы вот в эти дни, не празднования Великой Победы, все от мала до велика почувствовали то, что мы ждем и ожидаем большой-большой праздник. В ближайшее время жители совхоза имени Ленина, как и всего муниципалитета, ожидают множество памятных мероприятий, приуроченных к грядущему Дню Победы.